Всем привет! Меня зовут Алексей и данное видео будет о том, как правильно подобрать трансформатор для светодиодной ленты. Поехали! А перед тем как я начну не забудьте подписаться на меня и поставить лайк этому видео. Последнее время в ремонте достаточно часто и много используется светодиодное освещение, но не все знают как подобрать правильную мощность блоков питания или трансформаторов. В данном видео трансформатором я буду называть блок питания для светодиодной ленты. А итак, в современных ремонтах довольно таки часто да практически всегда используется светодиодная лента, но не все знают как правильно подобрать для нее трансформаторы и возникают ошибки. То трансформаторы не помещаются в слаботочный щит, то не хватает мощности трансформаторов. Одна лента светит ярко, другая светит тускло. В данном видео я расскажу вам как избежать вот этого и как правильно подобрать трансформатор для светодиодной ленты. А также расскажу какие светодиодные ленты бывают и какие бывают трансформаторы. Поехали! Итак, начнем. Для того чтобы вам подобрать трансформаторы, вам необходимо сначала определиться с тем, какая светодиодная лента у вас будет. То есть, какой мощности у вас будет светодиодная лента. Прошу заметить то, что чем больше светодиодов находится на ленте, тем больше ее потребляемая мощность. И сейчас у меня в руках светодиодная лента на 9,6 ватта, а также есть светодиодная лента на 24 ватта на погонный метр. Все характеристики светодиодной ленты написаны на ее упаковке. Какое количество светодиодов на погонный метр, какая мощность светодиодной ленты, какое напряжение светодиодной ленты, а также какой класс защиты она имеет. Так что внимательно изучите упаковку, перед тем, как покупаете светодиодную ленту. Итак, давайте начнем сразу с распространенного варианта. Допустим, вы выбрали ленту невысокой мощности 9,6 ватта на погонный метр. И вам необходимо посчитать какой же трансформатор для нее необходима. Допустим, вы прокладываете ленты 5 погонных метров. Вам необходимо 9,6 ватта умножить на 5 погонных метров, и того вы получаете 48 ватт. Для простоты давайте округлим до 50 ватт. Соответственно, если потребляемая мощность вашей ленты составляет 50 ватт, то, казалось бы, трансформатор необходимо купить на 50 ватт. Это не так. Трансформатор необходимо брать с минимальным запасом плюс 10 процентов от потребляемой мощности светодиодной ленты. Соответственно, если светодиодная лента потребляет у нас 50 ватт, то нам трансформатор необходимо приобретать на 55 ватт. Либо же трансформатор, ближайший к этой величине по мощности в сторону увеличения, но никак не в сторону уменьшения. Если же вы подберете трансформатор, допустим, не 55 ватт, а 53 ватта, то можете столкнуться с тем, что просто светодиодная лента у вас будет светить не так, как должна. Либо же столкнуться с таким с эффектом то, что в начале своего пути лента светит ярко, а в конце она светит тускло. Это все зависит от правильности подобранного трансформатора. Второй пример с более мощной лентой. Лента на 24 ватта. Если же вы прокладываете, допустим, 5 метров этой ленты, то, соответственно, вам необходимо 120 ватт потребляемой мощности на данной ленте. 120 ватт. Вы прибавляете плюс 10 процентов, получаете 132 ватта. Но ближайший трансформатор по мощности это 150 ватт. Соответственно, вам необходимо купить трансформатор на 150 ватт, чтобы избежать тех ошибок, о которых я говорил ранее. Прошу вас обратить внимание на то, что как светодиодные ленты, так и трансформаторы бывают разным напряжением. То есть, бывают как 12 вольтовые, так и 24 вольтовые. А также светодиодные ленты бывают на 220 вольт. Соответственно, вам необходимо к данным лентам и подбирать правильный трансформатор. Если лента на 12 вольт, подбирайте трансформатор на 12 вольт. Если лента на 24 вольта, подбирайте трансформатор тоже на 24 вольта. А если вы к 12 вольтовой ленте подберете трансформатор на 24 вольта, то ваша лента просто сгорит а если же вы подберете к 24 вольтовой ленте трансформатор на 12 вольт она просто не будет гореть имейте это ввиду для чего же еще необходим запас мощности в трансформаторе для светодиодной ленты допустим у вас трансформатор расположены где-то в слаботочном щите в квартире как это обычно делаем мы а лента расположена на каком-то удалении до соответственно для того чтобы не было потерь у вас и светодиодная лента светила так как надо если же у вас от места установки трансформатора до места установки светодиодной ленты достаточно большое расстояние то рекомендую вам использовать ленту также как и трансформатор на 24 вольта а если будет лента на 12 вольт и трансформатор вы можете столкнуться с тем что вас лента будет просто светить не так как должна что еще хочу вам сказать трансформаторы для светодиодной ленты бывают компактного размера а бывают обычного размера компактные трансформаторы стоят дороже чем трансформаторы обычного размера если же вы ограничены в пространстве для места установки трансформатора то покупайте трансформаторы компактного размера. Они зачастую стоят практически в 1,5-2 раза дороже, чем обычные. Если же вы не ограничены в месте установки, то можете использовать обычные. Меня еще спрашивают по поводу шумят трансформаторы или не шумят. Я хочу ответить так. Трансформаторы для светодиодной ленты не шумят. У вас же не шумит блок питания от телефона или от ноутбука? Нет. Ну и соответственно трансформаторы тоже не шумят. Это тот же самый блок питания. А есть еще такой момент по поводу нагрева. Если же расстояние между трансформаторами при установке достаточно, если вы их устанавливаете допустим несколько штук в ряд, то оставляйте небольшой вентиляционный зазор для того, чтобы трансформаторы остывали. Потому что любой блок питания, любой трансформатор имеет свойство нагреваться. Обычной комнатной температуры в помещении с достаточным зазором в районе двух сантиметров между трансформаторами для их охлаждения. Напомню, подбирайте трансформаторы также как и светодиодную ленту. Смотрите на их характеристики. Есть разные характеристики светодиодной ленты, которые я уже перечислял. А также есть разные характеристики у трансформатора. Это входное напряжение, чтобы оно соответствовало входному напряжению в вашей стране. Допустим, в штатах входное напряжение 110 вольт. У нас в России и в странах СНГ 220 вольт. Соответственно, чтобы трансформаторы соответствовали выходному напряжению 12 вольт или 24 вольта. Чтобы трансформаторы соответствовали выходной мощности. Про мощность я говорил раньше. Всегда трансформаторы покупаем плюс 10 процентов от мощности светодиодной ленты. Также есть получается у трансформаторов сила тока. Для чего это необходимо? Вам необходимо подобрать правильный кабель, который идет от трансформатора для досветодиодной ленты, если у вас, допустим, достаточно длинная трасса прокладки проводов. Это для того, чтобы ваши провода остались в целости и сохранности. Они не перегревались, не перегорали, а соответственно, чтобы лента у вас светила так, как надо. А также обратите внимание на степень пылевлагозащиты блока питания. Тоже самая степень пылевлагозащиты есть у светодиодной ленты. Есть ленты влагозащищенные, не влагозащищенные. Трансформаторы есть также, которые устанавливаются в сухих помещениях, не пыльных, либо же во влажных помещениях. Рекомендую обращать на это внимание. Да-да, забыл сказать еще очень важную вещь. При выборе трансформаторов и светодиодной ленты имейте ввиду, что вам необходимо между ними прокладывать какой-то провод. Так вот, чем выше выходное напряжение трансформатора и, соответственно, напряжение светодиодной ленты, тем тоньше провода вам необходимо прокладывать. Итак, представьте, что мощность вашего трансформатора 100 ватт, а выходное напряжение 12 вольт. Соответственно, ток, протекаемый по проводам, данному трансформатору будет 8,3 ампера. Но если мы сделаем при той же самой мощности, сделаем более высокое выходное напряжение, то есть подберем трансформатор на 24 вольта и ленту на 24 вольта, то у нас выходной ток, то есть сила тока, она уменьшится. То есть, соответственно, вам нужно подбирать более тонкие провода. Чем меньше выходное напряжение трансформатора, тем более толстые провода вам необходимо прокладывать между трансформатором и светодиодной лентой. На вот этом видео я заканчиваю. Если вам понравилось, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями. Пусть ремонт радует вас. Подбирайте трансформаторы правильно. Не забывайте подписываться на мой канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok